Я летел с Жулианой, как обычно, подошел к стойке паспортного контроля. Меня попросили сначала заполнить миграционную карту, что никогда не просят делать россиян. Потом меня попросили пройти на допрос, спросили цель визита. При этом они записывали видео. Я сказал, что я приехал на конференцию. У меня было при этом официальное приглашение на украинском языке от украинского партнера. Они спросили, где я останавливаюсь, когда улетаю. У меня все это тоже, естественно, есть. На три дня прилетел. Отель, обратные билеты. Сегодня конференция, завтра конференция. И через 10 минут, я когда подождал, они мне вынесли сразу постановление о запрете въезда в Украину. Они сказали, что мы вас сейчас припроводим в зал ожидания. И на следующем рейсе в Берлин за счет авиакомпании вы улетите обратно. Мне нужно ждать завтрашнего дня и спать здесь на лавочках. Тогда за счет визы Эрда я могу улететь обратно. Но я сейчас буду искать какой-то рейс, чтобы уже вернуться в Германию сегодня вечером. Потому что в аэропорту Жулян нет внутреннего отеля. И мне придется спать на полу. Как мне рассказал сегодня Сергей Медведев, с его рейса не пустили в Украину не только мужчин, но и двух девушек. И я также напомню, что с сегодняшнего дня въезд в Крым разрешен только гражданам Украины.